Данное видео переведено и озвучено специально для сообщества Business Brilliance. Следующий спикер, как Опра назвала её, идейный лидер нового поколения. Она вошла в рейтинг топ-100 лучших предпринимателей по версии Forbes. Является автором лучшего бестселлера по версии New York Times. Я люблю это название, во всём можно разобраться. Миссия Мари – помочь вам начать использовать ваши таланты, чтобы изменить мир. Мари, как ты? У меня всё отлично. Как вы? Огромное благодарность за то, что меня сегодня пригласили. Я очень рад, что ты сегодня с нами. Все, кто нас сегодня смотрят, хотят сделать прорыв, и мы делимся тактическими рекомендациями, как выстроить свой бизнес. И я прошу тебя помочь людям понять их игры разума, чтобы они смогли превратить любые препятствия в возможности. Итак, я передаю тебе слово. Хорошо. Первое, с чего я бы хотела начать, все мы сталкиваемся с разными испытаниями в нашей жизни, правильно? На каждом этапе нашего предпринимательского пути мы постоянно сталкиваемся с препятствиями. И одно из важных осознаний, которые я получила в жизни, я получила от моей мамы. Моя мама – это невероятный человек, ей почти 53. Она обладает бульдожьей хваткой, выглядит как июньский цветок, и иногда ругается как сапожник. Выросла она в семье алкоголиков в Нью-Джерси, и она действительно знает, как скупиться на один доллар несколько раз. И она себе пообещала, что когда она вырастет, она найдет способ жить лучше. Одно из моих важнейших воспоминаний, когда я была маленькой, я сидела за столом на кухне в воскресенье в Нью-Джерси, и мама складывала купоны. Она обучала меня всеми возможными способами, что наша семья должна откладывать сбережения. И с особым акцентом она меня учила тому, что бренды будут присылать тебе действительно крутые вещи бесплатно, такие как сборники рецептов или посуда, если ты сохранишь подтверждение покупки. Я не знаю, помните вы, как это работало или нет, но я явно помню это из моего детства. И один из подарков, который она получила от производителя апельсинового сока Тропикана, было маленькое радио в форме апельсина с красно-белой антенной в виде соломинки. Я не помню, за что она его получила, но моя мама такой человек, который всегда занят. Она всегда что-то делала по дому и никогда не останавливалась. И я помню, как в детстве, чтобы узнать, где мама, я слушала, где играет вот это маленькое радио. И однажды я пришла со школы и, подходя к дому, услышала звук ее радио. И когда я подошла ближе, я подняла глаза и увидела, что мама взобралась на карниз второго этажа нашего дома. Это было очень опасно, ее радио находилось рядом с ней, и она так пошадывалась. Мне было тогда 8 лет, и я закричала, «Мам, с тобой все в порядке? Что ты делаешь?» И мама крикнула мне в ответ, «Да, у меня все прекрасно!» Она сказала, что у нас протекла крыша, и она позвонила мастеру, он сказал, что ремонт будет стоить 500 долларов, и она решила сделать все сама. Вот такая у меня мама. В другой день я возвращалась со школы и услышала радио в другой части дома. Я на цепочках прокралась туда и поняла, что мама была в ванной. Я открыла дверь и увидела маму, в воздухе было множество пыли, и из стены торчала труба, и выглядела так, как будто произошел какой-то взрыв. Я спросила, «Мам, что ты делаешь? У тебя все в порядке?» И она ответила, что в плитке были небольшие трещины, и она не хотела, чтобы на стенах образовалась плесень. Поэтому она решила положить плитку во всей ванной заново. Я хочу, чтобы вы понимали, что это были 80-е, когда еще не было интернета, Google, YouTube, и мамы не было высшего образования. То есть вы понимаете, что это было очень так забавно. В другой день я возвращалась со школы, и на улице был дождь. Уже было темно, и очень жутко, когда я подошла к дому, я увидела, что в доме темно, и абсолютно тихо. Такого никогда не было. Для итальянско-американского дома это плохой знак. Я зашла в дом и почувствовала, что что-то не так. И сначала я начала прислушиваться, где мама и где радио. Потихоньку я начала обходить дом и услышала шорохи на кухне. Я пошла туда и увидела маму на кухне. Она наклонилась над столом. Возле неё лежала изолента, отвертка, и перед ней было полностью разобрано радио. Я очень удивилась и спросила, «Мам, с тобой всё в порядке? Это же твоё любимое радио». Она сказала, «Да, всё в порядке». Просто антенна не работала, и маленькое табло не работало, и я его ремонтирую. Я стояла там и, как обычно, смотрела на то, что делала мама. И, наконец, я спросила то, что всегда хотела спросить. «Мам, откуда ты всё это знаешь? Ты же никогда этого не делала, и никто не показывал тебе, как это делать». Она положила отвертку и подняла голову. И сказала, «Чём ты говоришь? В жизни нет ничего сложного. Ты можешь делать всё, что представляешь себе в голове, если ты засучишь рукава и просто начнёшь это делать. Во всём можно разобраться». Данное видео переведено и озвучено специально для сообщества «Бизнес-бизнес-бизнес». Я рада. «Вау! Во всём можно разобраться! Во всём можно разобраться! О, Господи! Да, во всём можно разобраться!» И я кричу вам с того дня. Эта фраза настолько глубоко проникла в мою душу, что стала движущей силой всего, что я сделала в жизни. Например, когда я училась, эта фраза помогла мне прекратить физически оскорбительные отношения. Когда я поступила в колледж, эта фраза помогала мне проходить все препятствия. от того, как найти правильную аудиторию, от как выбрать специальность, когда нужно было получить рабочие учебные программы, когда я выпустилась. Эта фраза также помогла мне найти работу на Волг-стрит, получить работу в издательстве. И когда я, наконец, была готова запустить мой бизнес, я не понимала, что, чёрт возьми, я делаю. Я была ужасно напугана. У меня был огромный страх, множество сомнений. У меня не было никакой защиты. Эта фраза помогла мне всё преодолеть. И сейчас я уже 20 лет веду бизнес, и это всё время не было радужным бременем. Я не получала мгновенный успех. Как у каждого, у меня были испытания, каждый день, и фраза «Во всём можно разобраться» помогает мне собраться, взять любое препятствие и увидеть в нём возможность. Что бы ты сказала человеку, который оказался в ситуации, он знает, что ему нужно делать, и он делает на вот этом уровне, и он не может сократить вот этот разрыв между этими действиями. Что делать, чтобы убрать вот этот вот пробел? Я думаю, это очень индивидуально. Я бы углубилась в ситуацию каждого отдельного человека, но давайте рассмотрим фундаментальные вещи. Я думаю, это будет полезно. Во-первых, успех — это выбор, а не случайность. Поэтому если вы хотите выйти на новый уровень в вашем бизнесе, вам нужно начать делать вещи, которые вам некомфортно делать. Возможно, делать то, что вы никогда не делали. Возможно, выработать новые привычки. Изменить образ мышления. Изменить привычные действия. Выработать те привычки, которые выведут вас на новый уровень, с того уровня, на котором вы сейчас находитесь. Например, напишите, что вы делаете, когда просыпаетесь утром. Если вы начинаете утро с вот этой вещи, вы будете двигаться вниз. Эта вещь способствует деградации вашего мышления, снижает мотивацию, ухудшает ваше эмоциональное и ментальное здоровье. Осознаёте вы это или нет? Первое, что я говорю людям, создавайте перед тем, как внедрять, создавайте перед тем, как начинать. Никогда в истории человечества не было столько входящей информации. Никогда не было таких устройств, которые были разработаны специально, чтобы сделать нас зависимыми. Они разработаны для нашей деградации. Поэтому, чтобы с этим справиться, чтобы выйти на новый уровень, вам нужно выстроить ваш день, чтобы победить. Поэтому выстраивание вашего дня начинается с предыдущего вечера. Как мне лучше начать мой день? Что мне лучше сделать с утра, если я хочу подняться с этого уровня на этот уровень? Может быть, начать день с молитвы? Может, начать день с медитации с вашим партнёром? Посмотреть ваши цели? Нет единственного правильного сценария для этого. Моё глубочайшее убеждение, что каждый из нас – это самый мудрый учитель. Поэтому, если вы постоянно слушаете вот эту вещь, или постоянно слушаете только других людей, я вам советую найти время записать, как наиболее правильно для вас начать день. Это то, что самое первое нужно сделать. Выстройте. И дальше всё очень просто. Вам просто надо начать это делать. Вам нужно натренировать себя и показать, как можно действовать наилучшим образом, как вы это чувствуете. Но есть предостережения относительно этого. Понятно, что сейчас мы находимся в условиях глобальной пандемии. Могут быть моменты, когда вы чувствуете себя не очень хорошо. В таком случае, конечно, нужно на первое место ставить своё здоровье. Я не говорю, что нужно выжимать из себя настолько, что вы прям будете чувствовать истощение. Я не говорю делать что-то ужасное по отношению к себе. Но в 99% случаев ничего ужасного не произойдёт. 99% времени уходит как раз на размышления, типа, ой, я не хочу это делать, мне легче листать клиенту социальных сетей. Но я уверена, что такой подход, создавая перед тем, как воплощать, переносит вас в роль продюсера, создателя. И это лучше, чем просто собирать различную информацию, просто читать посты и планы других людей, просматривать почту, просто слушать, как другие говорят, что вам нужно делать. Нет. Вам нужно проявлять активность, быть созидателями, создавать возможности для вас. Да, пассивные наблюдатели, все мы такими были, тратятся триллионы долларов, чтобы мы стали просто пассивными наблюдателями, слушателями, а не активными создателями, создателями бизнесов. Что я обнаружил, это именно мой опыт, так как у меня есть опыт предпринимательства с детства, когда мне было ещё 2 годика. Начиная с сетевой бизнес, вам нужно учиться самому собой руководить, быть самому себе начальником. Как я это делаю, я представляю, что есть Эрик 1 и Эрик 2. Первый начальник, а второй работник. Первый очень жёсткий, он по утрам приходит, садится возле моей кровати и говорит, «Ты вообще собираешься вставать?» Первый всегда меня мотивирует, говорит, «Давай, тебе нужно кому-то позвонить, во сколько и сколько часов ты сегодня планируешь работать, что ты планируешь сделать за это время». Первый Эрик передаёт мне ответственность, и постепенно эти 2 человека слились, как объединились в одном целом, и я научился сам себе быть начальником. Супер! Но большинство людей страдают от страха или просто от запрограммированных убеждений. Они делают то, что им говорили всю жизнь, и теперь никто не говорит им, что делать. Сейчас я задам вопрос тем, кто смотрит это видео. Напишите в комментариях честно, наберитесь храбрости и скажите, наберитесь смелости и ответьте на 2 вопроса. Так как Бог всё видит, сколько бы вы заплатили другому человеку за ту работу, которую вы сделали в МЛЛ за последние 30 дней? Сколько бы вы заплатили? Другим, только честно, за тот объём работы, который вы выполнили в последние 30 дней в направлении развития вашего бизнеса. Мари, как ты можешь помочь нашим зрителям понять, насколько у них развит навык предпринимательства. Есть вопрос, который невероятно сильно помог мне и до сих пор помогает. У каждого из нас бывают разные этапы в жизни. Бывают взлёты, бывают падения, более плавное течение жизни. Я точно помню, что этот вопрос в самом начале моего пути действительно помог мне выстроить мою жизнь. Что бы я делала, если бы я была лучшей в мире в том деле, которым занимаюсь? Это не ставит меня в соревнования вообще с другими людьми. Я ни с кем себя не сравниваю, но если бы я стала самой лучшей версией себя, как бы я действовала? С чего бы я начинала утром? Что я делала вторым? Чем бы я точно не занималась? И какой список дел, которым бы я точно занималась? Я хочу использовать время, отведённое мне на этой земле, так, чтобы сделать максимальный вклад. Позаботиться о моей семье, позаботиться об окружении, стать примером. Как бы я себя вела, если бы стала лучшей в мире в том деле, которым занимаюсь? И что ещё хочу сказать, то, что уже сказал Эрик, так как это очень важно. Это небольшая игра, в которую вы можете с собой играть. Ещё раз, нет единственной правильной инструкции, то вы точно знаете, что вам нужно изменить. Вы точно знаете, что вам нужно улучшить в себе. И я всегда думаю вот таким образом. Мы говорили о том, как человек реагирует и видит препятствия. Или другой пример. Если бы у вас была съёмочная команда, которая вас круглосуточно снимала, и они постоянно делали бы публикации с вами в главной роли и постоянно показывали, что именно так выглядит человек лучше в этом направлении. Вы бы гордились тем, что они показывают? Вам бы это понравилось? Я как человек, который сделал уже огромную работу на видео за свою карьеру, я понимаю, я понимаю, как это чувствовать себя постоянно при камерах. И я вам скажу, что как только вы начнёте так думать, что люди за вами смотрят, что они введут в вас пример, что люди смотрят контент, который вы публикуете, как вы ведёте себя, как вы себя держите, как вы распоряжаетесь своим временем. Вы начнёте понимать, что вы пример для других людей, или для сообщества, или для вашей бизнес-команды. Начнут происходить грандиозные перемены. Перемены произойдут очень скоро. Мало кто из нас работает на износ. Наверное, одна из важнейших вещей, которые мне передали мои родители, это безупречная трудовая этика. У моего отца был небольшой бизнес. И я помню моменты, когда у него была срочная работа с клиентами. Это был бизнес, связанный с печатью. У него было всегда много задач, которые нужно было лично своими руками делать. И знаете, что он говорил? Мы делаем всё возможное для наших клиентов. У нас были так называемые рабочие вечеринки. И иногда мы заканчивали работу в час, в два ночи. Но мы превращали это в вечеринку. И вам ничего не мешает выбрать такой подход в вашем сетевом бизнесе. Не нужно упираться головой в стену. Вы можете превратить это в вечеринку по зарабатыванию денег и улучшению мира. Включайте вашу любимую музыку, делайте танцевальные перерывы. Я всегда так делаю. Так как энергия может спадать. Но не нужно настолько жестко держать себя в рамках и дисциплине. Это можно делать энергично, с энтузиазмом. И я могу сказать, что чем больше удовольствия, радости, игривости вы будете каждый день привносить в ваш бизнес, тем лучше будут результаты. Люди хотят быть с теми, кто полон энергии. Они хотят быть с теми, кто получает удовольствие от того, чем занимаются. Честно, мне кажется, что это один из секретов моего успеха. Вы можете рассказать людям об этой идее, о личностном росте и о бизнесе. Когда я начинала, одной из причин, почему я начала заниматься тем, чем занимаюсь, я ценила все, что происходило вокруг. Но я не видела, чтобы кто-то делал бизнес так, с юмором. Никто не высмеивал себя, никто не показывал себя немного глуповатым, никто не одевал, к примеру, парики и не снимал какие-нибудь скетчи. Существует множество способов и вариантов, чтобы не говорить, ой, я не знаю, как это делать, у меня это плохо получается. Нужно просто спросить себя, как я могу превратить мое занятие в наиболее энергичную, невероятную тусовку, на которой я бы проводил время с удовольствием, так, чтобы и люди захотели присоединиться в мою команду. Я тоже так хочу, дайте это мне тоже.